Добрый день, уважаемые коллеги. Разрешите поблагодарить за возможность выступления на данной секции конкретно, потому что, когда я начал готовиться к презентации, я был настроен, что надо принять все возможные методы, чтобы больные с перитениальным канцерматозом при митостазах ракотозной кишки получили шанс на длительную выживаемость. Однако в процессе подготовки пришлось менять картинку, потому что пришлось менять выводы, что не нужно делать при перитениальном канцерматозе колоректального рака от слова «совсем не нужно». Но начнем с азов. Что мы знали? Вы тоже видели, что если лечить фторурацилом, то прогноз крайне неблагоприятный, а так как есть имплантационный характер метастазирования, если туда ввести препараты брюшную полость нагреть, мы получим шансы на излечение. В принципе, это транслировалось из исследования в исследование, которое вы уже видели у моего оппонента. Но говорим по каждому пункту отдельно. Начнем с того, как часто встречается перитениальный канцерматоз при колоректальном раке. Если взять вот эту датабазу ARCAD, когда включили рандомизированные исследования по лечению системной терапии первой линии колоректального рака, здесь больше десятка исследований с суммарным объемом больных, там индивидуальные данные пациентов более 10 тысяч, то оказалось, что на самом-то деле частота встречаемости небольшая. Всего 11,2% больных имеют метастазы по брюшине. Это в сочетании с другой локализацией, экстраперитениальной локализацией метастазов. И только 2% больных имеют изолированное поражение брюшины. То есть речь идет на самом деле о очень небольшой группе больных. И обратите внимание на факторы, с которыми ассоциировано данное изолированное поражение. Это муцинозный пати, правосторонняя локализация опухоли, локализация наличия мутаций в гене Бераф, неблагоприятный фактор. Как ни странно, это метахронная метастазированность. Большинство пациентов, возможно, уже получали одевантную химиотерапию. И все эти тонкости определяют и то, как пациенты будут отвечать на то или иное лечение. Вы эти графики видели, но они очень интересны. Интересны тем, что если у вас изолированное поражение брюшины, это намного лучше, чем если бы у вас было сочетание, например, поражения брюшины и легких. И также по прогностическим данным и по эффективности обычной химиотерапии, как если бы вы имели поражение у пациента и печени, и легких, например, двух органов. Те же самые показатели медианы продолжительности жизни больных. Если дальше посмотреть в эту статью, тоже было первого автора, то обратите внимание, что на самом-то деле, если мы говорим о перитониальном поражении, показателе медианной продолжительности жизни, эффекте химиопрепаратов, то различие в медианах от общей популяции больных на уровне 1,5-2%. То же самое в отношении таргетной терапии, чуть ниже. Если мы возьмем старые работы, когда включалось небольшое количество больных, еще не было известно о влиянии локализации первичной опухоли на эффективность таргетной терапии, то все приходили к выводу, что наиболее активными режимами при применении у перитониальном канцерматозе колоректального рака является фолфокс-бевоцизумабом. И это, в принципе, все объяснимо. Объяснимо потому, что правосторонние опухоли, которые наиболее часто являются причиной изолированного поражения брюшины, они не отвечают на анти-GFR-терапию, даже если у них нет мутации. Этот график исследования CLBG, где сравнили химиотерапию БЕФ и химиотерапию цитоксимаб, как раз это четко показывает. При правосторонней локализации работает бевоцизумаб, при левосторонней локализации цитоксимаб. Поэтому здесь все объяснимо. То есть мы знаем теперь, что если мы говорим о перитониальном канцерматозе, правосторонней кишка, то, соответственно, оптимально назначать бевоцизумаб, а не анти-GFR-терапию даже при диком типе генофраз. Опять же, какой режим химиотерапии? У нас есть исследование ТРИП, которое сравнивало фолфоксирий бевоцизумаб и фолферий бевоцизумаб, то есть агрессивное лечение и обычное лечение популяции наших пациентов. Применение трехкомпонентной схемы увеличивает частоту объективных эффектов, увеличивает и общую продолжительность жизни, но за счет, соответственно, токсичности. Но интересен поданализ этой работы, который показал, что режим эффективен при правосторонней локализации опухолей. Тогда есть выигрыш выживаемости больных по сравнению с фолферией. Если говорим о левосторонней локализации, то фолферий также эффективен, как и фолфоксирий. И в этой ситуации можно опять же прийти к выводу, что оптимальным режимом химиотерапии и таргетной терапии у больных с перитониальным канцерматозом, где преимущественно поражена правая половина кишки, соответственно, лучше назначать фолфоксирий с бевоцизумабом. Я также посмотрел наше отделение химиотерапии, как часто у нас идет поражение брюшина. Оказалось, что более 400 пациентов мы пролечили. У 69 больных это 16% были метастазы по брюшине. Из них у 2% всего было изолированное поражение брюшин. То есть абсолютно те же самые данные, что и в европейских и американских исследованиях. Но что интересно по графикам выживаемости, обратите внимание. Если действительно у вас есть поражение брюшина и какого-то еще органа, то выживаемость, это зеленый график, наихудшая. Если есть поражение только брюшины, это верхний график. Все-таки их-то 10% больных было, но медиана продолжительности их жизни составила 71 месяц. То есть здесь совсем хороший прогноз по сравнению с общей популяцией. Объяснялась она это тем, что 4 больных из 10 прооперировали. Сразу скажу, без всякой внутрибрюшинной химиотерапии с нагреванием. Переходим к следующему этапу. Роль перитоноуктомии и хайпека, потому что мы видим даже на собственных данных, что операции по удалению метастаза брюшина, они работают. Но начнем с желудка. Потому что на желудке уже стало известно, что чем меньше у вас перитониальный канцероматоз, тем, соответственно, эффективнее и процедуры по перитоноуктомиям. При этом здесь, соответственно, выше частота выполнения Р0-резъекции. Аналогично следующий поданализ этого метаанализа Большого показал, что чем меньше степень поражения, тем выше вероятность Р0-резъекции. И рекомендуем рядом исследования, скажем, показатель, при котором можно делать перитоноуктомии, составил от 6 до 12 при раке желудка. Если говорить о раке толстой кишки, здесь немножко другое, но общие принципы тоже такие же. Если у вас минимально распространено побрюшение, выше шанс выполнения Р0-резъекции полной циторедукции, соответственно, эти больные живут дольше. Синий график вы в этом исследовании уже видели. И, соответственно, здесь они пришли к выводу, что оптимальным показателем будет уже порядка 16-20 до этого показателя выполнения циторедукции, предиктора неблагоприятного прогноза, высокий PCI, наличие метастаза в печени, радикальной операции. Действительно, опять же, по ретроспективным анализам, проспективно ведущихся баз различных небольших исследований, крупных клиник, немецких, российских, американских. Сочетание химиотерапии, хирургии, циторедукции и хайпека определяет увеличение показателей выживаемости. Но мы знатоки доказательной медицины, мы не понимаем, что в все эти исследования идет отбор больных. Идет отбор специально больных с меньшим поражением брюшины. Это специализированный центр, им чаще назначается системная терапия. Поэтому эти больные дольше живут. Поэтому всегда мы ждем проспективных исследований. И первое такое исследование в прошлом году было доложено, на АСКО. Опять же, его озвучили, но я посмотрю его с точки зрения химиотерапевтов. Прекрасный дизайн, самый простой. Да, были вопросы к тому, какой препарат применяли. Применяли внутри брюшины, оксалиплотины, системно давали фторурацил с ликаварином. Больных рандомизировали либо на циторедукцию с хайпеком, либо просто на циторедукцию. Но обратите внимание на критерии включения. Один из которых был как минимум 6-месячный контроль болезни с помощью предшествующей химиотерапии. То есть, опять же, это отобрана группа больных, которых потом соперировали. И посмотрите на графики. Это выживаемость без рецидивной выживаемости, это общая выживаемость. Никаких отличий нет. Но обратите внимание на показатели медианы общей выживаемости. 41 месяц в обеих группах. 41 месяц – это после удаления просто без всякого хайпека метастазов по брюшине. По сути, это то же самое, как мы можем получить при метастазоктомии хракотолстой кишки. И намного лучше, когда мы говорим о системной химиотерапии, где даже при диких типах генах или высторонней локализации медиана на уровне 34 месяцев. То есть, действительно потрясающие данные, которые первые стали говорить о том, что да, удалять метастазы по брюшине нужно, если вы контролируете болезнь. Но при этом нагревать и вводить туда препараты, наверное, не стоит. Следующий момент. Опять же, почему важно променять химиотерапию до удаления метастазов по брюшине? Да потому что мы знаем из лечения метастазов ракотолстой кишки в печени, то же самое есть данные по лечению метастазов по брюшине. Если эффективной химиотерапией вы достигаете выраженный патоморфоз или полный патоморфоз, вы получаете очень высокие показатели продолжительности жизни этих больных. У вас высший шанс выполнения верной резекции. По результатам этой работы как раз патоморфоз являлся тем независимым прогностическим фактором, который определял улучшение показателей общего желания по результатам многофакторного анализа. Но любители, так скажем, хайпека, они не сдались. Они решили подождать других исследований, более выслышали, что а что будет, если выполняется полная цитаредукция? Может, тогда будет хайпек эффективен? И все ждали результатов исследования применению хайпека при второй стадии болезни осложненной, потому что мы знаем, что у нас очень высокий риск метастазирования по брюшине, если у нас Т4, перфорация опухоли, поражение региональных лимфоузлов, муцинозная опухоль, низкая степень дифференцировки. И вот, в принципе, таких больных и отбирали в следующей проспективной рандомизированной исследовании третьей фазы, опять же, этих же французских авторов. Мы видели, что после того, как делали операцию при осложненной форме рака толстой кишки второй стадии проводилась либо адевантная… и третьей стадии проводилась либо адевантная химиотерапия классическая, либо же проводился хайпек и последующим тоже адевантная химиотерапия. И авторы хотели посмотреть лишь на частоту возникновения метастазов по брюшине через 18 месяцев после хирургического лечения. Для этого им нужно было включить 176 больных, чтобы уменьшить этот показатель при применении хайпека с 25 до 10%. Что же получилось? То есть никакого различия в возникновении метастазов по брюшине при применении хайпека просто с адевантной химиотерапии больных, ну, по сути, можно говорить, полный цитридукс, потому что там нет опухолевого поражения вообще, профилактики. То есть брюшина чистая, никакой хайпек не работал. Поэтому, опять же, я к тому и говорю, вот это графики выживающие, что нагревать и вводить интербрюшина при раке толстой кишки абсолютно не нужно ничего, это ненормально. Но, опять же, вопрос к тому, что может быть не тот химиопрепарат, это французы, оксалиплатин, есть метамицин, мелфолан, да что угодно есть, можно все вводить внутри брюшина. Нашел работу, где сравнили, это рак толстой кишки, хайпек, группа с мелфоланом, группа с метамицином С. Никаких отличий на показатели общей выживаемости нет, но обратите внимание на медианы продолжительности жизни, 36 месяцев, это меньше 41 месяца, который был во французском исследовании, где хайпек не применялся, поэтому какой бы вы режим не применяли, никакого эффекта это не оказывает на выживаемость больных. Нашел исследование еще одних авторов, где пытались вместе с оксалиплатином внутри брюшины еще и рентекан засадить больным. Никакого эффекта на общую выживаемость не получено. Таким образом, режим не играет никакой роги при раке толстой кишки, если мы говорим о хайпеке, потому что хайпекту не работает. Но, опять же, это как кружок анонимных алкоголиков, они собрались и подумали, что мы делаем, если у нас один из препаратов, какой-то метод неэффективен, либо слабоэффективен. Мы принимаем его, как было при биооцизумабе, мы принимаем его как стандарт лечения. Я нашел работу, что в 2019 году Нидерланды организовали исследование третьей фазы сравнения. У них качество контрольной группы был хайпек против хайпек с периперационной химиотерапией, а после циторедукции при изолированном поражении брюшины при раке толстой кишки, то есть что-то ненормальное происходит, честно вам скажу. Но так или иначе хайпек не нужен. А может быть, уберем нагревание и будем регулярно вводить внутрибрюшинную химиотерапию. Тем более при раке желудка предварительные данные показывали, что мы можем вводить внутрибрюшинную химиотерапию на фоне системного лечения. И это ведет к улучшению показателей выживаемости, особенно при минимальном поражении брюшины. И причем желательно, чтобы не было отсыта. Хотя уменьшается частота возникновения асцита при раке толстой кишки. Вышло даже исследование третьей фазы, где японцы проверили, действительно нужно ли вместе с системной терапией проводить внутрибрюшинное введение химиопрепаратов. По сравнению просто с системным лечением, обратите внимание, никакого улучшения на выживаемость больных это не привело. Внутрибрюшина просто вводить не нужно. Уменьшилась частота возникновения асцитов, но мы и так вводим цисплотин при асцитах. Просто симптоматическая цель, чтобы не накапливалось. Это не влияет на выживаемость больных, но соответственно улучшает качество их жизни. То же самое при раке яичников. Много было старых работ, которые показывают, что внутрибрюшинная химиотерапия улучшает показатели выживаемости. Если открытен ССН, это один из вариантов первой линии терапии. Однако новые исследования показали, что внутрибрюшинная химиотерапия никаким образом не улучшает выживаемость без прогрессирования общей выживаемости, независимо от циторедукции. Полная она или не полная. Абсолютно графики одинаковые. Буквально несколько месяцев назад представили обновленные данные по общей выживаемости. Мы видим, что внутрибрюшинная химиотерапия при яичниках не работает. При кишке немного пошли по-другому. Решили вводить под высоким давлением опрыскивать брюшную полость препаратами. Есть такая методика ПАЙПЕК, высокое содержание углекислого газа, и там нужно попрыскать чаще всего оксалеплатином. Но пока только предварительные данные о том, что это в принципе эффективно в плане уменьшения симптомов поражения брюшины. Но данных по выживаемости пока нет. Но и зная, так скажем, результаты ХАЙПЕКа внутрибрюшинной химиотерапии при других опухолях, мы видим, что всегда нужно дожидаться рандомизированных исследований третьей фазы и не верить хирургам, которые заверяют, что вот мы пролечили 70 больных, получили такие результаты и давайте транслировать на всю страну. Нет. Если вам приходит пациент к улоректальным бракам с метастазами по рюшине, изолированным, нет других метастазов, и начинаете активную химиотерапию, если он ее, конечно, перенесет по соматическому статусу, желательно фалфоксире, желательно сбиваться зумабом. Получаете стабилизацию даже, идете к хирургам, удаляете все проявления болезни, потому что здесь золотые руки хирургов должны все удалить. И тогда продолжите диван, и эти больные будут жить долго. Спасибо за внимание. Спасибо. 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 Спасибо.